здравствуйте друзья я приветствую вас на канале вязание и шитье куклам но сегодня я меняю правила сегодня мое видео по вязанию будет посвящено вязанию вот таких вот красивых образцов по крайней мере один образец я уже связала был я в своих журналах ставних давних журналах я нашла вот такой вот узор мне он очень понравился и я решила посмотреть как он будет смотреться в вязание как он будет смотреться в нитках пряжи вот я такой связала вот это вот такая была у меня пряжа мне он понравился этот образец это да маленькая маленькая салфеточка вот и поэтому я решила показать вам как она вяжется но буду вязать уже с другой пряжи вот буду вязать вот с такой пряжи зеленая красивая пряжа она по объему она она одинаковая но буду смотреть как получится потому что с такой пряжи я хочу продолжить вязать одежду куклам и использовать какие-то мотивы вот с такого мотив чека маленькой салфеточки ну что ж начнем вязание крючок у меня 1 и 3 миллиметра 1 и 3 миллиметра и номер 3 это турецкое производство можно будет подсматривать на вот этот узор на эту схемку я вот положу здесь чтобы можно было мне тоже подсматривать как это все у нас будет вязаться вот на схемке тут и нарисовано что у нас здесь получается 5 воздушных петель потом раз два три 4 5 еще раз раз два три 4 5 соединяем в кольцо теперь 3 петли подъема и добавляем еще две петли и теперь мы должны сделать 1 2 3 4 5 6 7 столбиков с одним накидом но между столбиками по 2 воздушные петли столбик 2 воздушные петли столбик с накидом 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 2 воздушные петли посчитаю сколько у меня раз два три 4 5 еще два столбика и теперь соединительной петлей я соединяю с тремя воздушными петлями для подъема вот теперь получается вот такая у нас фигура теперь у нас в нашем образце в нашем схеме в нашей нарисована 1 2 3 петли подъема 1 2 3 петли подъема теперь получается что две петли воздушные мы будем ввязывать три столбика с одним накидом и четвертый столбик будет идти столбик в столбик 3 петли 3 столбика 1 2 и 3 4 столбик 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 опять три столбика с одним накидом 1 1 2 3 и 4 столбик столбик и так вокруг нашего образца я дошла почти до конца круга у меня осталась последняя арочка и сюда я буду вязывать не сюда буду вязать только три столбика с накидом а вот четвертый столбик с накидом мы воспримем как вот петли 3 петли подъемом теперь я поворачиваю вязание и делаю 1 столбик без накида и 3 воздушные петли вот я вот здесь сделала один шаг назад и 3 воздушные петли 4 добавим еще одну петлю так прошу прощения я прошу прощения значит мы сделали этот ряд теперь мы вот будем делать вот этот вот узенький ряд как он делается я повернула вязание 1 столбик теперь у нас идет две воздушные петли пропускаем два столбика точнее мы пропускаем две петли две воздушные я сделала теперь пропускаю одну петлю и столбик без накида опять две воздушные пропускаю через одну петлю столбик без накида две воздушные пропускаю одну петлю во вторую петлю столбик без накида и так до конца круга я дошла до конца круга и соединяй соединительной петлей теперь я опять поворачиваю а можно не поворачивать хочу теперь вот эту петлю сделать шаг назад 4 столбика с накидом 4 вот мы теперь делаем вот эти четыре раз два три четыре столбика с накидом теперь 2 1 столбик с двумя накидами делаем 2 накида и вот в эту арочку из 2 воздушных петель теперь делаем 1 2 3 4 5 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 опять 2 накида и в эту же арочку из 2 воздушных петель добавляю но не до конца делаю опять 2 накида и в следующую арочку из 2 воздушных петель теперь 3 петли вместе теперь делаем 1 2 3 4 5 2 накида и в эту арочку добавляем еще второй столбик с двумя накидами двумя накидами но не до конца опять делаем 2 накида и в следующую парочку из 2 воздушных петель теперь 3 петли вместе 1 2 3 4 5 в эту же арочку не до конца следующую арочку и 3 петли вместе и опять 1 2 3 4 5 и вот так до конца круга я дошла почти до конца ряда круга я не до конца связала и вот в последнюю парочку но здесь я делаю не 5 воздушных петель а всего делаю 2 воздушные петли потом один накид и в самую верхнюю делаю столбик с одним накидом и теперь получилось что я остановилась на верхушке вот этой арочки на верхушке этой арочки теперь вот здесь вот я остановилась теперь 3 воздушные петли и сюда же столбик с одним накидом 3 воздушные петли и столбик с одним накидом дальше 2 столбика с одним накидом в следующую арочку из 5 петель потом 5 воздушных петель и 2 2 столбика с одним накидом в эту же арочку из 5 воздушных петель 2 столбика с одним накидом 1 2 5 воздушных петель и до конца и сюда же еще два столбика с одним накидом дальше 2 столбика с одним накидом следующую арочку из 5 воздушных петель 5 воздушных петель и сюда же 2 столбика с одним накидом и вот так буду вязать вокруг образца закончила почти закончила я круг теперь опять же делаю 2 воздушные петли и столбик с одним накидом столбик с одним накидом я сделал в 3 воздушные петли предыдущего ряда и я опять очутилась на вершине арочки как вот таких вот арочек теперь продолжаем дальше 3 воздушные петли и вот в этот столбик в этот столбик который я сделала три столбика с одним накидом 1 2 и 3 три столбика с одним накидом теперь так посмотрим что у нас здесь в рисунку теперь 4 столбика с накидом в следующую арочку 4 столбика с накидом в следующую арочку из 5 воздушных столбиков 1 1 2 3 4 по узлу здесь идет 3 воздушные петли 3 воздушные петли раз-два-три и сюда же в эту же арочку 4 столбика с накидом 1 2 3 4 4 столбика с накидом в следующую арочку из 5 воздушных петель 1 2 2 3 4 3 воздушные петли и сюда же 4 столбика с накидом 1 2 2 2 3 4 и вот такие ракушечки вокруг нашего образца дошла почти до конца ряда заканчиваю этот ряд 4 столбика с накидом в последнюю арочку из 5 воздушных петель и здесь я заканчиваю 3 воздушные петли так наше вязать я закончилась теперь посмотрим как она получается но получается мне не нравится откровенно говоря получается какая-то она волнистая с этой пряжи было конечно лучше а вот это конечно мне не нравится это пряжа если связать платье будут только вязать вот такого с пряжи вот такого качества с этого качества конечно она не подходит теперь я буду выбирать вот приблизительно вот эту часть вот приблизительно вот эту часть можно взять на кант юбочки или куфточки итак друзья как понравился вам мой урок вязание на сегодняшний день пишите мне комментарии что вам понравилось пряжа немножко тоньше и поэтому немножко меньше получается почти одинаково но вот эта ребристость мне что-то она ну совсем не нравится это ребристость да 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 я жду ваших комментарий по поводу вот этого узора по поводу этого узор ну вот можно попробовать другой пряжи но этого я делать не буду ставьте лайки если вам понравился мой сегодняшний урок ну естественно конечно подпишитесь на мой канал мне будет очень приятно что мой канал смотрят и многим мой канал нравится до свидания что этоirk подписывайтесь на мой канал говорит был Продолжение следует...